Здравствуй, моя дорогая, роскошная Вселенная. Говорю так, потому что решила по-разному называть свое состояние. Как сказал один великий мудрец, что мы практически всегда спим. Иногда у нас открывается один глаз, а потом мы снова засыпаем. Потом снова глаз один открылся, опять засыпаем. Потому что так это и есть. Хочу обратиться к тем, кто имеет настоящую цель. Цель найти истину. Не обращаясь к тем, что кто бегает по сан-сангам, смотрит, как круто живут мастера и думают, вот, сейчас у нас все получится и мы будем тоже такие крутые. На самом деле, у меня даже есть ролик, все гораздо проще. Все гораздо быстрее может получиться и качественней. Но это не для маргиналов. Это такая разновидность ума, которая гоняется за эксклюзивами. И поэтому она тратит кучу денег, кучу времени. От одного мастера бежит к другому. И, конечно, мастера должны быть авторитетными. Чем больше людей у него собирается, значит, вот там я услышу, ну, скажу вам маленькую тайну, что на публику мастера не рассказывают ни практик, ни вот этих состояний ситх. Они не рассказывают, потому что публика в основном разношерстная. Я сама посетила двух мастеров и думаю, ой, интересно, а когда же они, это я как бы типа уже все знаю, а когда же начнут о самом главном? Как дальше все случается? Нет. На сан-сангах рассказывают вот для толпы общее. И некоторые даже в комментариях там пишут, о, а где же, а как же все это просто, а где же эти практики? Платите бабки отдельно, будут вам и практики, будет все остальное. А можно просто найти любого древнего мастера, найти его книги. Ну, книги, конечно, с искажениями идут в интернете, более там можно найти такие записи. Хорошо, повалиться всевышнему, чтобы без искажений получите. Ну, будет чуть-чуть искажения, но не такие сильные, как если, допустим, купить книги и там вообще уже... Вот я читала Лапсан Гарампу, вот купила книгу, и это вообще там все изгажено, книга стоит дорого, а читать невозможно. А перепечатали мы из интернета, там кое-что, просто единственное, что там было написано, что все это фантастика. Хотя там далеко не фантастика, а тибетский ламаизм, это метафизика, это даже не буддизм. Вот. И хочу сказать, что уже давно все сказано, давно написано. Просто выберите, вот что вам резонирует одного мастера. Вот ко мне еще давно-давно пришел 17 лет в мою жизнь Оши. Я тогда еще не понимала, но слушая его, я чувствовала, что... О, боже, вот это мне надо, как интересно. Ну, жизнь засасывала своими интересными событиями, и книга лежала. И однажды, когда я к ней обратилась, прошло уже лет 10, она уже просто вся пожелтела от времени. И я начала смотреть, и там впервые я узнала, кто такой четвертый. Это уже с этого все и пошло, и началось. Но я также, также хотела чего-то свежего. Да, и, кстати, вот свежее оно возбуждает, потому что ум такой он творческий. Но не зря же все наши творческие люди меняли своих партнеров. Для вот этого толчка, вот этого возбуждения новое, эксклюзивное. Бах, и у него начиналось опять творчество, он начинал писать книги. Ну, потому что это ум, творческий ум. И так же и со мной происходило. Я брала, о, вот в этой книге, вот по-другому. Хотя на самом деле все это отнимает время и уводит в сторону. Почему? Потому что вы снова начинаете изучать новую лексику. А на это тоже уходит время. Потом какие-то сравнения идут. Но это все вот ум, это хитрый парень действительно. Он все делает специально, чтобы ему остаться в живых, чтобы ему не умереть. Потому что осознанность – это смерть уже ума. А первое то, что разотождествление – это оно торкает, как говорится, каждого из вас, любого. Потому что мы уже есть, это присутствие. Поэтому оно у нас бывает, но мы не бдительно, мы не наблюдаем, мы не отслеживаем, что это такое, что оно уже было с нами. Ну, подольше, как говорится, ходить и искать истину – это, конечно, может быть и интересно. Но это невыгодно, потому что ваше тело в поисках истребится, состарится, потому что вы будете тратить денежки. Вот вместо того, что себе, любимому этому телу купить фруктов, посидеть в тишине, у вас не останется. Потому что вы будете бегать и сравнивать. Это делает вот чем больше толпа, и я даже, ну, я не буду называть, вы сами в интернете увидите, где шумно, весело, на сансанграх, развлекаловки, классно, ходите, развлекайтесь, но мало что там вы можете получить. Если вы как в тишине возьмете и просто начнете прослушивать Оша. И если вот у вас готово уже развлечение, у Оша тоже много искажений. Все это тоже делается с радостью для нас. Но получишь... Ну, мне сейчас даже смешно, сколько я вот всего перечитала, перелопатила. А сейчас я в основном, когда хочу просто расслабиться, заснуть, я слушаю, вот как книг Оша переводит моего любимого Оша. И все это уже сказано давно. Ну, Господи, зачем вот действительно вот этого вот хлама в кучу. Ну, действительно, ну, единственное, что меня, как говорится, вот не таскало по этим мастерам, мастера, потому что у меня все время какой-то был такой рациональный ум, думаю, нет, я сама этого добьюсь, я сама этого достигну. А мне не хотелось платить деньги после двух мастеров, когда я услышала, что говорится для толпы в основном все одно и то же. И сейчас, вот сколько я не переслушаю, нигде никакого уже ты не получишь отдельного. Да, за отдельные лекции, за отдельные индивидуальные занятия ты получишь, может быть, что-то по своей готовности. Хотя сейчас такое время, уже вот вся информация есть, сейчас столько молодых юношей и девушек уже пробудилось, они так искренне все рассказывают, вот у них можно спросить, они еще не зажрались, они даже могут в комментариях отвечать. И ответят вам истину. А вы все равно пойдете туда, потому что вы маргиналы, потому что, ну, ум такой, вы не виноваты, вас ум таскает, знаете, как, ну, не скажу как. Вот. Ум, ум он такой классный парень, но кому надоело с ним, можно уже покончить. Ну, все, благодарю за внимание, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok